Здравствуйте! В эфире телеканала Первый Карагандинский новости. В суде работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Учебники только первоклашкам. Бесплатное питание детям из малоимущих семей. Единая форма в школах будет. В областном Акимате обсудили подготовку к новому учебному году. Жителя Тимиртау пытали и удерживали в гараже. Теперь он может остаться инвалидом. Я подошел к нему, думал, поздоровим сейчас, поговорим с ним. Он мне выстрелил сразу в глаза. Я не успел даже ничего сказать, ничего сделать. Военнослужащие Национальной гвардии успешно ликвидировали последствия радиоактивного заражения. На полигоне прошла эстафета среди подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Бесплатного питания для всех учеников начальных классов в карагандинских школах не будет. Учебниками полностью обеспечат только первоклассников. Об этом рассказал руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. Также он заявил, что школы области к предстоящему учебному году готовы. Ремонтные работы в учебных заведениях завершаются. Акимобласти Нурмухамбет Абдибеков распорядился, чтобы завоз угля и топлива в школы закончили до 15 сентября. Срок до 15 сентября обеспечить во всех учреждениях образования подготовку к объеме необходимого для прохождения всего забитого сезона. Бесплатным питанием в школах будут обеспечены только ученики из многодетных и социально незащищенных семей. Таких в области около 15 тысяч. Всем остальным родителям за школьные обеды придется, как обычно, платить из собственного кармана. Учебников на всех тоже не хватит. В первую очередь их выдают первоклашкам. Они будут обучаться по новой единой программе. Остальные школьники книжки получат частично. Особенно острая нехватка учебников наблюдается в Караганде, Жесказгане и Каражале. На выделенные средства учащиеся в полном объеме будут обеспечены учебниками для первого класса, предъявительные для девятого класса, английскими для четвертого класса и, за исключением Караганда, Жесказгана и Каражала, также учебниками для восьмого класса. Доставка учебников завершена согласно графику. Ремонт в школах продолжается, но это не помешает им принять детей первого сентября. Более 250 школ области получили замечания от департамента по чрезвычайным ситуациям. Все они, кроме трех школ в Актугая, уже устранили недочеты. Также в регионе закрылись три школы – в Бухаржавском и Каркаралинском районах. Еще два учебных заведения будут оптимизированы. Несколько школ решено реорганизовать. В настоящее время в Бухаржавском районе изыскиваются бюджетные средства и данная работа планируется, что также будет завершена. В организациях образования области установлены автоматизированные противопорядные сигнализации. В целях проверки готовности объектов образования к новому учебному году, в управлении образования созданы мобильные группы. Организован выезд во все регионы с 8 августа по 25 августа. Глава региона поручил тщательно проверить готовность всех учебных заведений. В нашей области есть 99 населенных пунктов, в которых отсутствуют школы. Подвоз детей из этих сел не должен создавать родителям проблем, отметил Акимобласти. Также он поручил руководителям обеспечить безопасность школьников в тех местах, где ремонт еще не закончен. Необходимо там, где надо оградить эти работы, гаража, чтобы не было возможно подводить детей. Далее, осуществлять постоянный контроль за организованным подвозом учащихся и поднять действительные методы по обеспечению их. Безопасность при перевозке. Акимобласти на то же время в совместном департаменте по защите прав потребителей осуществляет постоянный контроль за качество обеспечения и горячим питанием. Единую форму в школах в будущем учебном году вводить не будут. Каждое учебное заведение самостоятельно выбирает параметры школьной формы. Асхат Аймагомбетов также рассказал, что все учителя в области планово проходят курсы повышения квалификации. Решается вопрос об отправке некоторых педагогов за рубеж для обучения английскому языку. Айм Амрина, Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 25-летний житель Цимиртау может остаться слепым из-за жестоких пыток пьяной компании. Он едва не погиб в заточении. По словам потерпевшего, его пытали шашлычным шампуром. Прокалывали ноги и наносили глубокие порезы на руках и шеи. Ему также выстрелили в глаза из травматического пистолета. Бигзат Сулейменов стал жертвой пьяных темиртауских мужчин. По словам потерпевшего, своих обидчиков он раньше не знал. Парни подошли к Бигзату и его другу возле спорткомплекса. Один из них выстрелил мужчине в глаз из травматического оружия и начал избивать. Я упал когда, он начал других людей стрелять вокруг, кто находится. Потом подошел еще, меня в голову раза четыре стрельнул. Посадил машину, отвез в Астаховку. И вот там мы сидели, издевались. Берегом начал ножик втыкать ногу, какой-то железяк и бить по голове. Второму пленному повезло. Ему удалось сбежать и вызвать полицию. Полицейские задержали и арестовали двоих подозреваемых. У них изъяты оружие и другие орудия пыток. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, первый Карагандинский. Водитель Лихач снес дорожный знак и врезался в землю возле Акимата города Шахтинск. К счастью, никто не пострадал. В момент совершения ДТП водитель был трезв. Дорожно-транспортное происшествие сняла камера наружного наблюдения. На кадрах заметно, как легковой автомобиль на большой скорости проехал перекресток, едва не врезался в другую машину. Затем автомобиль снес дорожный знак и металлическое ограждение тротуара. От удара машину подкинула вверх, а затем она передним бампером воткнулась в землю. В нескольких метрах от моста аварии в момент ДТП проходила семья с детьми. Она чудом осталась невредима. Факт такой был 20 августа. Получается, скорой никто там не был, они не вызывали. Получается, сотрудники ДПС привезли двоих мужчин на освидетельствование. Просто на освидетельствование привезли. По журналу написано, что они трезвые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Форнакс, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Предприниматели из разных районов области реализовали свою сельскохозяйственную продукцию по низким ценам. Жители шахтерской столицы остались довольны. Они закупили мясо, овощи и другие продукты. На традиционной сельскохозяйственной ярмарке побывала Осель Сазанбаева. Многие предприниматели выставляют свою продукцию на ярмарке уже не в первый раз. Некоторые даже нашли себе постоянных покупателей. Для того, чтобы привлечь клиентов, продавцы организовывают праздничную атмосферу и предлагают попробовать свой продукт. Вот мы тут провели удачную ярмарку. К счастью, все половину уже продали. Собираемся, провели дегустацию чая. Многие люди пробовали наш чай, понравился. На ярмарке представлены товары предприятий города и сельских районов области. Мясомолочные и плодоовощная продукция реализовывались по ценам на 15-20% ниже среднерыночных. Здесь овощи там хорошие, вот там перчик мы покупали хороший, продавали домашний перчик. У них очень вкусный перец. Мы даже попробовали его сырьем неприготовленным. Сельскохозяйственные мини-ярмарки пройдут каждую субботу вплоть до октября. Осель Сазанбаева, Жексы, Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагантинский. К другим новостям. Военнослужащие национальной гвардии готовы противостоять оружию массового поражения. На базе полигона войсковой части 52-159 прошла эстафета подразделений радиационной, химической и биологической защиты национальной гвардии. Эта местность заражена боевым отравляющим веществом. Сюда оперативно прибыли мобильные бригады подразделений радиационной, химической и биологической защиты национальной гвардии. Развернуты мобильные комплексы по обеззараживанию местности, военной техники и личного состава. Эти учения стали завершающими в рамках полевых работ войск РХБ защиты. Всего 120 военнослужащих по контракту прибыли в наш регион из всех областей республики. Полигонная работа предназначена для слаживания подразделений РХБ защиты, потому что здесь мы даем им практику работы с машинами, специальными машинами. Это авторизирующая станция, разведка химической машины на базе УАЗ-469 и Берден-2РХ. Подобные учения в Национальной гвардии проводятся четвертый год подряд. И каждый раз выбираются полигоны в разных частях страны. К примеру, в прошлом году эстафета проводилась в Алматинской области. Дмитрий Панченко – военнослужащий по контракту Павлодарской войсковой части 55-12. По его мнению, такие учения дают неоценимый опыт действия в обстановке, приближенной к реальной. На данном этапе я выполнял норматив одевания средств защиты, одевания общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона, норматив 3Б и работу с прибором ДП-5В, дозиметрический прибор по определению радиоактивности, радиации на местности. На данном участке нам была задача найти радиоактивный источник на определенном участке местности. Не секрет, что оружие массового поражения уже многие годы находится под запретом во всем мире. Однако последние события показывают, что террористические организации не останавливают эти запреты. А это значит, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты еще долго будут актуальны в современной армии. Прошедшим учением организаторы дали высокую оценку. Андрей Тен, Исламбек Успан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Победители Лиги Дворового футбола награждены кубками, грамотами и денежными сертификатами. Своих обладателей также нашли и медали областной спартакиады «Арай-2016». На стадионе «Шахтер» отметили День спорта. Практически в каждом дворе есть своя футбольная команда. Не так давно городские власти решили объединить юных футболистов. Так зародилась Лига Дворового футбола. Павел Егоров – капитан Карагандинской дворовой команды «Ровесник». Среди 14-летних спортсменов его команда заняла первое место. Ну, мы просто как бы сами играем вместе друг с другом, что-то новое узнаем, поделимся друг с другом. Мы вот так вот учимся. У нас много игроков участвовало. Из нашего двора мы с ними каждый день играем. У нас хорошие сыграны. Выигрывали все время. В средней возрастной группе лидером чемпионата стала команда средней школы номер 23 из юго-восточного района Караганды. А среди старших спортсменов-любителей Пальма первенства досталась футболистам команды «Челси». Все победители и призеры награждены кубками, медалями, а также денежными сертификатами. Здесь же подвели итоги областной спартакиады «Арай-2016». Организаторы также не обошли вниманием и профессиональных спортсменов, которые внесли значительный вклад в развитие физкультуры и спорта. Завершилось торжественное мероприятие показательными выступлениями учеников школ единоборства. Однако празднование Дня спорта на этом не закончилось. На Саранском шоссе состоялось первенство по велоспорту, а на беговых дорожках стадиона «Шахтер» – легкоатлетический забег среди юношей и девушек. Андрей Тенес, Ламбекоспан, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. Уральский Акжаек прервал победную серию «Шахтеров». В напряженной борьбе уральские футболисты сумели вырвать победу 0-1. Акжаек увез домой три очка. Обе команды играли с новыми главными тренерами. Кроме того, уральский Акжаек неплохо поработал на трансферном рынке, усилившись чилийцем Матиасом Рубео и нигерийцем Майклом Одибе. Стартовый игровой отрезок не изобиловал интересными моментами. Обе команды показывали осторожный футбол, приглядываясь друг к другу. На десятой минуте капитан гостей Мирам Сапанов пробивает ворота карагандинцев, но мяч проходит мимо. Через шесть минут уже горняки организуют опасный момент у ворот Акжаека. Максат Байжанов исполнил опасный навес, но защитник соперника успел снять угрозу. Под занавес первой половины матча у шахтеров вновь возник хороший момент, но нигерийский легионер Майкл Одибе вовремя подставился под мяч. Уже во втором тайме на 57-й минуте наступил переломный момент игры. Судья назначил пенальти в ворота горняков за фолл на Мирославе Лечича. Фредди Коронель ударом с 11-метровой отметки сумел открыть счет в матче. Этот гол так и остался единственным. Комментируя игру, главный тренер шахтера Алексей Еременко заявил, что настрой у команды был не на достаточном уровне. Результат, я считаю, заслуженный. На победу мы сегодня не наиграли. И в чем проиграли в настрой? В том, на что мы фокусировались. Ак-Жарик выиграл за счет большего желания, командного желания всех 11 игроков биться за каждый мяч, работать в обе стороны обороны атака. Мало времени до следующей игры. В пятницу уже следующая игра, поэтому здесь короткий должен быть анализ, посмотреть в себя, посмотреть в зеркало. И тут проблема в психологии, не в мастерстве, потому что все шло от психологии. Настрой был не на достаточном уровне. Что-то мы упустили, что-то недонастроились, потому что сверхмотивированная команда приехала играть против нас. Мы это видели за каждый сантиметр на поле. Они бились, пластались и заслуженно победили. А вот наставник Уральцев игрой своей команды доволен, несмотря на то, что игра была сложной. Тяжелая, сложная была игра для нашей команды и для «Шахтера», я думаю, тоже. В принципе, тот план, который мы выдерживали на игру, я очень доволен тем, что команда полностью выдержала его. Сыграли дисциплинированно, строго. Не дали практически шансов сопернику, как говорится. Но и в то же время сами имели в конце матча больше моментов. К сожалению, нам очень тяжело пока даются голы, но тем не менее, то, что момент есть, это уже радует. Проиграв матч, «Шахтер» опустился на одну строчку турнирной таблицы и занимает 10-е место. Следующая игра «Горняков» пройдет на выезде в Кустанае. Наши футболисты встретятся с середнячком чемпионата местным клубом «Тобол». Андрей Тенес, Ламбек Успан, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области распространил сообщение. На 23 августа в Центральном Казахстане объявлено штормовое предупреждение. По данным КАЗ «Гидромета», ночью 23 августа на севере и востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин